Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Я рада вас приветствовать на канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. В сегодняшнем видео я покажу вам сюрприз, подарок, который я получила от Альбины на новый год. Альбина, спасибо огромное! Спасибо моя дорогая! Давайте вместе заглянем в волшебный мешочек и посмотрим. От вязальщицы вязальщицы. Пряжа. Очаровательная пряжа очаровательных оттенков. Газал Бэби Катон. Полухлопок, который имеет в составе 40 процентов акрила и 60 процентов хлопка. Пряжа известная. 50 граммовом мотке 165 метров. Спицы рекомендуются 3-4, крючок 2-3. Цвет именно этот 3-4-2-6. Я плохо разбираюсь между бирюза, цвет морской волны, мята, но это вот что-то рядом, что-то около. Мне очень нравятся подобные цвета, так как они, на мой взгляд, хорошо оттеняют загар. Что-то к лету можно придумать, типа футболки или джемпер с коротким рукавом. Я особо в этом не разбираюсь. Вот такая замечательная пряжа. Упаковочка 10 мотков. Мне хватит. Опять забыла, сколько метров. 180 на 10, 1800. Точно хватит, тем более рукав будет короткий. Спасибо огромное, Альбина. Упаковочка Ализе Ангора Голд Симли. Приятный розовый цвет и вкрапление металлика. Вот такое есть мерцание под определенным углом. Я сама к блесточкам отношусь очень настороженно. Мама моя их просто обожает. Этой ниточкой я обязательно поделюсь с мамой, покажу ей. Она любит. Ну, у нее вообще как-то, так сказать, мировосприятие ограничено уже давно только квартирой, поэтому она любит все яркое, с блеском. Блески ей не мешают. Я же очень разные, наоборот, какие-то степенные цвета люблю. И когда вот такие цвета где-то эпизодами очень мне нравятся. 100 грамм, 500 метров, 75 процентов акрила, 25 процентов шерсти, 5 процентов металлик. Спицы рекомендуются 3-5, крючок 2-4. Вот что можно, что нельзя стирать, гладить. Турецкая пряжа. Цвет у нас это именно этот цвет 363. Вот какая красивая шаль-накидка ажурная, видимо, крючком. У нас Альбина, кстати, очень любит вязать шали. Сколько она их перевязала, сколько она их собирается вязать. По-моему, с нового года какая-то новенькая шаль, причем совместники. Лучше перейдите на канал Альбина и там узнаете все точно. Обязательно оставлю ссылку. Кстати, ссылку оставлю на два канала Альбины. Ой, как я прямо сейчас тяжело вздохнула-то. Альбина в этом году похудела на много-много килограмм. Молодец, человек имеет силу воли. В отличие от некоторых, не будем показывать на них пальцем. И я осознаю, что я так не умею. Спасибо огромное за эту нежность. Прям завтра же, я сейчас только пришла от родителей, завтра же пойду и покажу пряжу мамочке. Мне кажется, она ей должна понравиться и мы будем вязать вместе. Узнаю. Такие вот, кто шайбочки называет, кто как-то таблеточками называет, как угодно. Действительно похожие на шайбочки и на таблеточки. Насколько я понимаю, это рассказовская пряжа. У девочек я видела, они показывали. Рассказовская пряжа абсолютно разных составов. Бывает где-то с добавлением шерсти, где-то альпака, где-то еще что-то. Судя потому, какая-то суховатая пряжа и по аромату. Мне кажется, я могу ошибаться, но это чистая шерсть или нитка с большим процентом содержания шерсти. Скорее всего, это моя любименькая шерсть. Посмотрите, какая красота. Оттенки оранжевые, яркие, солнечные. Можно из одной вязать, а при моей страсти к миксам, пока еще это не проходит, можно сочетать с чем угодно и создавать шедевры. Огромный-огромный Альбин, спасибо. Шерсть я обожаю. К пряже прилагалась шоколадочка. Вкусняцкая вообще. Кракунов обожаю. Вот Альбин, это не честно. Сама худеешь, а в отношении меня делаешь все, чтобы моя мадам сижу, росла и росла. А я, может, как ты, хочу похудеть маленько. Вот такие прекрасные бирочки разным цветом. Я очень люблю их пришивать на детские работы, на детские кофточки, на детские какие-то безрукавочки. Спасибо огромное. То, что цвет разный, вот уже даже розвенькой к розвеньким. А можно на контрасте, можно подобрать вот эту деревянную. Она вообще подходит абсолютно ко всем. Здорово, пригодится. Буду использовать вот этой стороной. Лента атласная, 6 миллиметров. О, мой любимый цвет. Обожаю я такие оттенки. Нежно-сиреневые, не чернильные, а вот именно приятные. Даже вот подарочки запаковывать. Спасибо огромное. Я помню, на Пасху выбирала желто-сиреневую расцветку. Мне это очень нравилось. Спасибо огромное. О, декоративные штучки. Сейчас мы прочитаем. Написано просто декоративное украшение. А вы посмотрите, как они по цвету подходят вот к этой пряже. А меня аж хлебом не кормит. Дай что-нибудь украсить. Носочки с пуговичками были. Носочки с шишечками были. А почему? Носочки просто с украшениями. Какую-нибудь коллекцию. Я вот думала, то ли жаккард научиться вязать и жаккардовую коллекцию замутить. То ли просто украсим носки или носки и украшения. Ну, теперь кажется понятно, что это будет. Как красиво, да? Ой, как красиво. Прямо вот они нашли друг друга. Пряжа и декоративные украшения. Альбина, я искренне благодарю тебя за такой новогодний сюрприз. Очень приятно. Огромное-огромное спасибо. Я желаю и тебе, всей твоей семье, всем-всем, кто смотрит это видео, вообще всем людям планеты, мира, гармонии в душе, здоровья, конечно же, всего самого доброго, чистого и светлого. До новых встреч, мой добрый зритель. А они обязательно будут. Согласна. Подписываюсь. Вот совершенно верно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.